Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Продолжаю описывать подробно томаты, которые у меня в каталоге. Вот дошли мы до 70 номера. Сейчас я продолжу. Напомню всем, что первые 30 номеров были чисто для открытого грунта, такие холодостойкие, неприхотливые. А вот теперь уже дошли до крупноплодных, которые обычно мы выращиваем в теплицах. 70-й был очарование, он не для теплиц, для консервирования, крупный. А вот 71-й малиновый богатырь. Это растение высотой 120-160 см, среднеспелый, транспортабельный. 103-105 дней, плоды круглой малиновой окраски, массой 250-350 граммов, мясистые, сладкие, очень вкусные. Вот этот сорт идеально подходит для теплиц. У него 1,60 метра высота, но в теплице он почти до потолка дорастает. Такой обыкновенный розовый крупный помидор. Сорт отличается высокой урожайностью, устойчив к неблагоприятным погодным условиям. Можно вырастить и на улице, но можно и в теплице. Вот 72-й челма. Это тоже он для консервирования, больше его используют. Среднеспелый сорт для плёночных и остеклённых теплиц. Растение индетерминантное, высотой 190 см и 2 метра и более. Вот хотя написано, что для плёночных и остеклённых теплиц я его всегда высаживаю на улице. Он прекрасно формирует плоды, плодоносит. Не знаю, в теплице, наверное, он был бы покрупнее, потому что я видела видео, которое женщина прям в руку не может эту челму взять. Но у меня они средние. Вот как тут указано, 120 грамм. Это же небольшой томат, 120 грамм. Ну как средний, можно даже ближе к мелкому сказать. У меня вот именно такие 100 граммовые. Ну тут посев в начале марта, это вам ничего не надо. Так, высадка. Формируют в один стебель, удаляя все пасынки, а также прищипывают точку роста в конце вегетации, оставляя 7-8 кистей. Я его в один стебель не формирую, потому что он такой мелкоплодный. И кто смотрит мои видеоролики, наверное, уже поняли, что я в один стебель крайне редко формирую, только крупные. А вот такую вот мелочь, ну я считаю, что это мелочь 100 граммовки, я всегда оставляю два ствола, потому что на одном стволе они как-то очень бедновато выглядят. Вот, например, одна кисточка, там через три листа, еще одна кисточка. Когда два ствола, он хоть немножко, почаще кисти. Кисть короткая, что способствует одновременному созреванию в ней плодов. Плоды ярко-красные, грушевидные, ребристые, мясистые. Высокие вкусовые качества, схема посадки 40 на 60, урожайность 10 кг на квадратный метр для употребления в свежем виде и консервирования. Для тех, кто про челму ничего не знает, я вам скажу, вот она вот такой вид у челмы, как рифленый, вот как грибное или лукошка, как пузата хата. Только они маленькие, миниатюрные, 100-граммовые, действительно напоминают вот челму, которую крутят на голове вот эти вот, ну не знаю, там иностранцы, которые любят челму носить. Они очень декоративные, похожи на красный трюфель. Вот примерно такие, как вот схожие, это красный трюфель. Красный трюфель знают все, вот такая же и челма. Номер 73, Инна. Ну, Инна и Анжела Гигант, это, конечно, королевы нашего огорода крупноплодные. Так, что пишут про них? Крупноплодный сорт, урожайный, вкусный плоду, округлый и красный, весом 800 грамм, сладкие, лёжкие, хороши как для салатов, так и для зимних заготовок. Растение эндетерминатное, высотой метр-полтора метра. В зависимости от условий выращивания урожайность одного куста достигает 8-10 килограммов. Действительно урожайность у неё большая, за счёт того, что плоды очень крупные. Сорт выращивается в открытом грунте и в теплицах, на метр размещает 2-3 растения. Ну, тут даже добавить нечего, я его всегда выращиваю. Каждый год у меня есть Инна, за прошлый год есть видео-обзор, посмотрите, кому интересно. Огромные, тяжёлые, мясистые такие плоды, красные, такие вот, ну классический помидор, просто ровный, круглый, красный, вкусный, мясистый. Выращивала и в теплице, и в открытом грунте, вызревает даже у нас в Сибири в открытом грунте. Конечно, они вот такие большие, нужно формировать количество кистей в один ствол, там даже если в два ствола, я когда веду в два ствола, на основном стволе три кисти и на дополнительном, на лидирующем пасынке две кисти, пять кистей. Больше оставлять не надо, потому что вес плодов тогда будет уменьшаться, и вот всю красоту вот этого огромного мясистого плода вы не увидите. Именно когда ограниченное количество кистей и плодов, тогда она получается вот такая вот, действительно, королева крупноплодных томатов. 74 розовое сердце, идеален для теплиц, среднеспелый, эндетерминантный сорт, срок созревания 125-135, плоды сердцевидной формы, красивые, ярко-красная краска, масса 200-300, 200-230 грамм, мясистый, очень вкусный, используется для приготовления салатов и заготовок на зиму. Но это вот еще один такой традиционный сорт, который используется для теплиц, сердцевидный, вот как я вам недавно показывала, пудовик, такой ярко-розовый, вот такие они все, их очень много, одинаковые формы, ну как, я считаю, что вообще все сердцевидные томаты, они все похожи друг на друга, все они мясистые, все они сахаристые, мелких их сильно не бывает, они вот такие крупные, висят розовые, для теплиц идеален, но можно посадить и в открытом грунте, если нет теплицы. 75 кармен, это совсем другой. Среднеспелый сорт, высокоурожайный, с красивыми малиновыми плодами, растение индетерминатное, созревание плодов на 112 день, куст высотой до 90 сантиметров, я не поняла, индетерминатное до 90 сантиметров всего лишь, но это что-то надо потом выяснить, требует посынкования до первой цветочной кисти, плоды плоскоокруглые, гладкие, весом 140-250 грамм, очень вкусный, сорт устойчив к галовой фурозеозу, ВТМ. Вот про карманы я что скажу, я его выращиваю, и да, я до первой цветочной кисти посынкую, но дальше тоже я убираю лишнее, веду в два ствола, они не крупные, вот весом 140 грамм, это такие вот, как середнячки, но он красивый, он очень плодовитый, они вот именно малиновые плоды, красивые, такие средние, куст весь-весь имя будет увешан, летом я вам его покажу, но этот сорт растет и на улице, и в теплице, в теплице ни разу не садила, я вот для таких мелких, которые весом 140 граммов, 150, я не занимаю место в теплице, в теплице обычно покрупнее сажу, этот у меня всегда на улице, вот сейчас он уже полностью сформировал, там по 3-4 кисти, скоро будет созревание, увидите в видеообзор, вот это есть сорта средних, середнячков, так, сорт Данка 76, среднеспелый, созревание плодов наступает 100-120 дней, растение детерминатное, средневетвистое, высотой 50-55 см, лист среднего размера, так, плод сердцевидный, среднеребристый, окраска красная, ценность сорта, крупноплодность, отличный вкус, засухоустойчивые, плоды быстро дозариваются, масса 100-200 граммов, отличные вкусовые качества, но вот этот вот сорт, конечно, 100-граммовый, и рост его, как высота его, 50 см, лучше всего высаживать, детерминатный, лучше всего высаживать на улице, у кого места в теплице очень мало, не стоит занимать вот такими томатами место в теплице, он на улице прекрасно вызреет, 100-граммовки, они поспеют, и без дополнительного там условия создания, номер 77, элегантный, раннеспелый, низкорослый сорт сибирской селекции, но это то же самое, высота растения 50, потом томаты крупные, красивые, массой до 200 граммов, подходит для консервации, урожайность до 5 килограмм растений, с растения, но вот это тоже 50 см, я ее в прошлом, позапрошлом году высаживала на улице, она вызревает, но масса до 200 грамм, 200, конечно, у меня не было, но 150 так, 120, 150, 180 грамм, чем ценится вот сорт сибирской селекции, то, что он выносливый, он его посадили, ему не нужно дополнительного тепла, он такой, как неприхотливый, номер 78, красный трюфель, это вот традиционный, всем известный, считающийся самым лучшим, сорт для консервации, популярный засолочный сорт, для открытого грунта и теплиц, высота растения от 90 до 70, плоды красивой грушевидной формы, слаборебристые, красные, массой 90-170 грамм, используются в свежем виде, особенно хорош для засолки, и цельноплодного консервирования, достоинства сорта, плоды оригинальной грушевидной формы, очень высокое качество плодов при консервировании, устойчив к болезням, хорошая завязываемость, лёжкость, выращивается в 1-2 стебля, высаживает 3 растения на квадратный метр, вот про красный трюфель хочу немножко подробнее рассказать, он действительно используется в основном для засолки, но так как я его выращивала уже много раз, ну как, я его то выращиваю, то не выращиваю, когда семена кончаются, снова выращиваю, он очень сладкие плоды, вот у меня, когда снаха со старшим сыном здесь жили, она ходила, выбирала именно красный трюфель, я сначала не пойму, почему, ведь они же мелкоплодные, ну как считаются, это не крупный, 170 грамм, ну может быть 200, иногда правда вырастает большой такой трюфель, но обычно на первых кистях, я сначала не поняла, почему она предпочитает его, а не крупные, ну а потом, когда попробовала, какие она рвёт, вот именно дождётся, когда поспеет, вот этот трюфелек сорвёт, он до того сладкий, но правда у него шкурка очень плотная, и когда я его вот в еду ем, я эту шкурку как, ну или обдираю, или выплёвываю, потому что именно вот этот засолочный сорт, он специально выведен с плотной шкуркой, чтобы она держала форму плода в консервации, ну в консервации естественно, он красиво смотрится, он хорошо там себя ведёт, он не распадается, держит вот эту форму, его достаёшь, он такой же целый, как летом, но какой он вкусный для еды, для еды он такой сладкий, вообще тает во рту, я выращивала и в теплице, и на улице, на улице он невысокий вырастает, с ним проблем нет, но в теплице он у нас вымахивает до самого потолка, ну и зато поздно, до самой-самой поздной осени, они все вот эти трюфеля, и формируются, формируются, и формируются, и уйдут так под мороз, номер 79, толстый боцман, вот этот не надо в теплицу садить, среднеспелый сибирский сорт, для открытого грунта, плоды весом 140-180 грамм, с золотистыми линиями на красном помидоре, это вот тигровый помидор, тут так описано, золотистые линии на красном помидоре, он вырастает, сначала он зеленый, такой как малахитовый, как полоски развода, а потом делается тигровым, именно вот на оранжевом фоне, такие желтые полоски, повышенное образование плодов, их оригинальная краска и простота, выходит за данным растением, привлекает к себе селекционеров, куст штамбовый, невысокий, урожайность 5,7 кг на метр квадратный, вот этот куст штамбовый, невысокий, конечно, он предназначен для улицы, потому что почти все сибирские сорта, если написано сибирский сорт, это значит, что уже изначально его выводили, для того, чтобы он в холодных условиях дал нам урожай, красивый, даже не высказать, вот сейчас я вчера его ходила, фотографировала, сегодня выложу в одноклассники, он и сейчас уже, это красиво, я их называю мои малахитовые помидорки, вот он такой зеленый, вот этими разводами, ну, похож на зеленое пасхальное яйцо, или на зеленую малахитовую шкатулку, что-то вот это, потом он будет, конечно, похож на расцветку, как это, ну, как тигровую такую, и что самое главное, можно вырастить вообще, я один год выращивала, не посынковала, не подвязывала, посадила, забыл, они на полу валялись, все плоды поспели, не сгнили, ничего, все я собрала, но вот в этом году я буду их выращивать с привязкой к колышку, оставляю несколько, 3-4 стволика, чтобы как, не было сильно загущено, ну, можно вообще его не трогать, рекомендую вот этот сорт, толстый боцман, и очень красивый, дети его очень любят, прям, как подойдет, ну, у нас приходили ребенок такой, а это что такое, даже не похоже на помидорку, и красивый, и неприхотливый, везде идет, можно и в еду, можно и в консервацию, дальше, номер 80, так, что, уже 13 минут, сейчас последнее денежное дерево, расскажу и все, денежное дерево, это очень редкий сорт, я один раз, когда-то лет 8 назад, наверное, купила его в простом белом затертом пакетике, больше ни разу не могла нигде найти, и не увидела, ну, как вот у меня они сохраняются, я их веду, как это линейные же томаты, они из года в год повторяют материнские свойства, качества, и все, он прекрасный, он среднеспелый, холодостойкий, теневыносливый, сорт томата, это вот он подойдет тем, у кого не очень хорошее, как у нас лето, вот у нас сейчас уже неделю, такая сырая и такая темная погода, солнце вообще не видно, растение высотой метр сорок, два метра, формируется в один стебель, первая кисть закладывается на девятом, одиннадцатом, помидоры 70-90 грамм, плотное универсального назначения, сорт отличается высокой урожайностью, хорош для консервации, для консервирования, вот чем он хорош, тут написано формируют в один стебель, я вот такие уже объясняю, в один стебель не формирую, я всегда формирую два стебля, пусть он будет покороче, эти вот несколько, 7-8 кистей, которые он успеет мне отдать, он будет метр сорок, а не два метра, конечно, если его посадить куда-то в теплицу, я ни разу не садила в теплицу, он может быть и будет два метра, я никогда не даю ему вырасти два метра, вот он вырастает с меня ростом, полтора метровый, метр шестьдесят, я его прищипываю, вот эти кисти начинают там наливаться, формироваться, очень красив тем, что они стандартные, они вот все средние, вес указан 70-90 грамм, да, вот они до 100 грамм, и они, как было еще в одном описании, я читала, вот почему денежное дерево, они вот как такие монетки, такие шлеп-шлеп-шлеп-шлеп, по всему томату, вот одинаковые, 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 и издалека кажется, что они как вот, ну, не знаю, как вам описать, потом летом покажу, именно он хорош тем, что он стандартный, некоторые как томаты, внизу хорошие и крупные, а вверху все мельче-мельче, а вот у этого томата, денежное дерево, они все однородные, они идут снизу и до верху, одинаковые, как вот штампованные монетки, все-все-все, одинакового размера, и это очень удобно для консервирования, потому что всегда говорят, что в одну банку нужно класть плоды одинакового размера, одинакового веса, тогда у них будет равномерное распределение вот этих всяких солей, консервантов, на этом я заканчиваю, остановились мы, до оранжевых сливок дошли, дальше расскажу, единственное, что хочу сказать, что когда вы будете вот это вот все читать, выбирать, мне вот некоторые уже пишут, а вы мне посоветуете, какой у нас, какой для Краснодарского края хорошо, какой для Московской области, вы меня поймите, я никуда за пределы Алтайского края, никогда в жизни не выезжала, я не была ни в Краснодарском крае, ни в Московской области, и я даже смутно представляю, какая у вас погода, какой у вас климат, мне не было, ну как, мне нет надобности изучать погоду в других регионах, и вы только сами сможете испытать и понять, подходят вам вот эти томаты или нет, как у вас будут вести себя наши сибирские томаты, ну вот я знаю, что женщина выписывала из Крыма, я вот всем говорю, потому что она просто делилась со мной, у нее сибирские эти сорта, оказалось, что ведут себя даже лучше, чем у нас в сибирском регионе, у них очень хорошая урожайность, и я как, ну я представляю, естественно, раз там теплее, у них нет там таких заморозков, они должны дать лучший результат, но я не знаю, может быть, у кого-то какие-то регионы, кому-то они не подойдут, пожалуйста, испытывайте томаты сами, и только на собственном опыте вы поймете, какой сорт к вам идеально подойдет, а какой нет, я тут вам ничем помочь не могу, я, конечно, могла бы сказать, да, да, все будет хорошо, но я врать вам не хочу, и я сразу говорю, что я нигде не была, и не знаю, какой у вас климат, может быть, у вас действительно какие-то томаты нужно, не сибирские, а другие сорта, им там лучше будет, все, до свидания, с наилучшими пожеланиями, желаю вам и хороших урожаев, и выбрать удачно сорта, чтобы на следующий год был хороший у вас, такой отличный урожай, все, до свидания, с вами была Ольга Чернов.